Привет, YouTube! Рада вас видеть на своем канале. И сегодня мы говорим про тени Charlotte Tilbury. У нас будут как кремовые, так и сухие. В словах я вам расскажу про саму Charlotte Tilbury. Это британский визажист. В 2019 году она работала с Том Фордом. И вот эти вот знаменитые четверки теней, это как бы ее заслуга. В 2013 году она основала собственный бренд Charlotte Tilbury. Когда я выбираю тени для себя, я обращаю всегда внимание на упаковку. Если внутри еще и шикарная составляющая, мне всегда будет утром доставлять удовольствие пользоваться такими продуктами. Если вы пробовали какие-то тени Charlotte Tilbury, поделитесь в комментариях, какие. И вообще, знакомы ли вы с этим брендом, что вам нравится, что вам не нравится. Потому что в любом бренде абсолютно есть как сильные, так и слабые стороны. Это те продукты, которые подходят абсолютно всем. Их легко растушевывать, даже дома, самостоятельно, пальчиком. Они достаточно стойкие, универсальные. И что мне нравится, также упаковка. Их удобно брать с собой. Я начну, наверное, с кремовых теней, потому что всего у меня тут три баночки. С упаковки это матовое стекло, достаточно тяжелая баночка. И закрыта коричневая крышка в стиле бренда. Сверху расположен логотип Charlotte Tilbury. В обратной стороне мы будем видеть цвет и, соответственно, срок хранения после вскрытия. Заявлено, что срок хранения после вскрытия 6 месяцев. Но, забегая вперед, скажу, что у меня есть один цвет, которому уже 4 года. Вот видите, он на самом донышке. Они до сих пор не застыли. И это невероятно комфортная, мягкая формула. По факту вы можете использовать тени Charlotte Tilbury до последней капли. И они не будут засыхать в баночке. Понятное дело, что они чуть-чуть уже подсохли. Они такие классные, как в самом начале, когда вы покупаете новую баночку. Я считаю, что это огромная заслуга. Потому что большинство кремовых теней засыхают буквально через полгода постоянного использования. Можно наносить как с помощью пушистой кистей, так и с помощью пальчика. Один недостаток, это то, что кремовые тени нужно зафиксировать обязательно сухими тенями. Это не самостоятельный продукт. Я вам сейчас расскажу такой классный лайфхак, чтобы ваши кремовые тени не пересыхали достаточно быстро. Вы когда открываете баночку, сразу ее вот так переворачиваете на стол. И тогда у вас будет минимальный доступ воздуха, и у вас тени прослужат намного дольше. Если же вы когда открываете и будете их вот так оставлять, то они достаточно быстро будут высыхать. Давайте покажу вам свой очень невероятно красивый такой коричнево-оливковый оттенок. Их можно наслаивать. Видите, посмотрите, какие они пигментированные. И, в принципе, их даже легко вот пальцем растушевать. Все, кстати, кремовые тени у нее сатиновые. Если вы слегка подзагорели, он будет усиливать загар. Забыла вам сказать про то, сколько здесь грамм в кремовых тенях. Так, здесь у нас 7 мл. Стоят они на официальном сайте 22 фунта. Это в районе 3 фунтов с копейками за 1 мг. Очень экономичный, так что, думаю, хватит их достаточно надолго. У меня еще один оттенок джин. Он такой достаточно светлый для тех, кто любит что-то нюдовое. Можно и как хайлайтер использовать. Кстати, все кремовые тени между собой можно смешивать. Очень красиво перелива, переливается. Сейчас же нанесем в качестве хайлайтера. У меня уже здесь есть хайлайтер Шарлотты. Но давайте добавим. Вот, если мы бы его использовали как хайлайтер. Вот, пожалуйста. Очень красиво переливается. Конечно, прям такое, видите, какое красивое сияние. Давайте добавим еще на другой. И я вам сейчас расскажу еще про одни тени, которые я иногда использую в качестве румяна. Это Rose Gold. Я его использую иногда в качестве румяна, когда хочется какого-то такого сияния румяна с хайлайтером. Невероятно красивый оттенок. Это лимитка прошлого года, но она у них появилась теперь в постоянной продаже. Такая персика розовая. Очень красивая. Очень. Легко растушевая. Тени достаточно пигментированы. И еще, вдруг это для вас важно, у теней нет никакого запаха. Нужно отдать должное ее маркетологам. Почти все продукты ее хочется купить. У палеток теней сейчас тоже заменилось название, поэтому они могут чуть по-другому сейчас называться. И мы с вами переходим к сухим теням. Здесь у меня 6 палеток. Вот еще одна. Я в основном обжаю четверки ее теней, потому что их очень удобно брать с собой. Мне, в принципе, нравится, как они выглядят. Шарлот стала выпускать еще очень такие большие палетки, но там очень часто перекликаются цвета с четверками. Поэтому я не стала их уже покупать. И продолжаю собирать себе четверки. Итак, моя самая первая палетка. Палетка Dolce Vita. Это вот такой темно-бордовый пластик. На палетке чуть-чуть остаются отпечатки. Для меня это не критично. Учитывая то, что этой палетке уже 4 года. Как видите, внешне она абсолютно шикарно выглядит. Ничего нигде не затерлась. Ну, помимо вот этого заднего. Это я прощу ей. Я же не супер аккуратно к ней отношусь. Здесь у нас с вами 5,2 грамма. Стоит такая палетка без учета скидок около 40 фунтов. И получается, что у нас 1 грамм теней в районе 7,5 фунтов. Палетка невероятно маленькая, тонкая. Очень удобно брать с собой. Я особое внимание уделяю этому направлению. Потому что ты ее легко можешь поместить в сумочку. Если вы куда-то путешествуете, то она не занимает очень много места. Я не фанат больших палеток. Уже эта любовь у меня к ним прославила. Итак, здесь у нас представлено 4 цвета. Внутри, видите, выгравировано название бренда. В основном в палетках присутствует один спаркл. Его я рекомендую наносить всегда пальчиком. И всегда у нас присутствует какой-то светлый оттенок. И либо матовые здесь бывают текстуры также. Либо сатиновые уже какие-то цветные. Текстура очень сливочная, тонкая. И легко растушевывает даже пальчиком. И сводит красивый жемчужный. Так, вот я вам здесь буду показывать. Красивый красный. И спаркл. Немножко уже подсох, но тоже есть. Так. Вот как они выглядят. Этот темный чуть-чуть пылит. Красивые, благородные оттенки. Тени невероятно стойкие. Также я их рекомендую использовать на какую-то кремовую базу. Для того, чтобы получить стойкость с утра до вечера. Следующая моя палетка. Палетка это палетка ROG CHI. На красивые серые оттенки. И мы быстренько с вами посмотрим. Конечно, она уже не... Ну, я считаю, уже не настолько универсальной, как остальные. Потому что серые все-таки не все у нас любят. Но у нее очень красивые, сложные цвета. Вот, посмотрите. Я очень люблю, когда цвета сложные. Когда ты берешь какой-то один цвет. Здесь уже присутствует матовый. Но он не такой, знаете, как кремовый, что ли. Очень легко его растушевывать. Следующая моя палетка. Это, конечно же, палетка Pillow Talk. Видите, я уже сатерла ее до дыр. И тоже красивый жемчужный. Но с добавлением также розового цвета. И два матовых. Тоже они как сливочные. Пигментация, кстати, теней у шаруот очень хорошая. Я, кстати, сейчас, когда смотрела на новинки от Clorance осенние, у них вышли тоже четверки теней, только в круглой упаковке. И я чуть ли думала там и не купить. А у них тоже уже по принципу шарло-шарлотта добавлен спарк. Я интересовала, поняла, что это как один в один с палетками шарлоты. В 2019 году вышла также палетка Limitka. Одними спарклами. С суперблестящими. То, что как раз нужно под Новый год. Также их можно использовать как самостоятельно, так и наносить на какую-то базу. Но, повторюсь, для стойкости я вам рекомендую использовать обязательно их на какие-то кремовые подложки. Такой дает красивый влажный финиш. Убрала розовый, еще добавлю. Это, конечно же, палетка подойдет тем, кто любит сияние. Смотрите, чуть-чуть добавляющий. У тебя уже абсолютно другой макияж. Более праздничный. Мне кажется, что вот в преддверии Нового года прям это то, на что стоит обратить внимание. Наносятся такие спарклы всегда в конце. И, как правило, больше по этим местам, куда вы нанесли спаркл, мы уже ничем не работаем. И палетка матовых теней, но абсолютно недооцененных. Я вам уже тоже про нее рассказывала. Это не новинка. Но купила я ее совсем недавно. Это палетка матовых теней, полностью матовых. Но они с таким легким-легким сатином. Именно он отвечает за то, что вам невероятно их легко растушевывать. Я бы рекомендовала эту палетку девочкам, которые любят более натуральные оттенки, максимально матовые. Что ж, и завершаем мы с вами обзор палеток моей последней шестеркой. Здесь уже тоже, видите, теплые. Эту палетку, я считаю, также достаточно универсальны. Здесь три матовых оттенка и три сияющих. Она теплая, но вот здесь очень красивый бордово-коричневый для осеннего макияжа. Макияж я считаю ее универсальны. И да, мой макияж сделан с помощью этой палетки. Посвочим. Тут два красивых. Оп. Это они какие пигментированные. Вот, супер. Сколько же здесь у нас грамм? Здесь у нас 5,4 грамма. И получается, что вот в такой палетке из шести оттенков теней меньше, чем в четверках. Поэтому вы понимаете, да, почему я продолжаю покупать четверки. Последнее время Шарлот все больше выпускает теней с такими, знаете, красно-коричневыми, кирпичными оттенками. И я понимаю, что после выхода в прошлом году ее палетки серии Pillow Talk она продолжает эксплуатировать Pillow Talk серию. И очень хочется увидеть у нее какие-то новые оттенки. Я надеюсь, что вам понравился обзор. Я сейчас жду. У Шарлот выйдет скоро отдельный хайлайтер. Какой-то розово-золотой. Я, конечно же, его закажу себе попробовать. Вместе с вами протестирую. И наверняка брошу туда тушь, которая у нее недавно вышла, Pillow Talk. Но что-то она чуть-чуть застряла в этой серии Pillow Talk. Что ж, еще раз спасибо, что посмотрели. Я желаю вам просто отличнейшего дня. И до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»